Приветствую зрителей 24-го канала, меня зовут Владислав Новиков, со мной сегодня Роман Светан, популярный военный эксперт, Роман Григорьевич, здравствуйте. Желаю здоровья. Навзаим, божаю здоровья, Такош. Хочу поговорить про ЧВК. Появилась интересная новость, что вместо Вагнера будет ЧВК-конвой. Друзья Путина создали новое ЧВК, которое воюет в Херсонской области. На него уже потрачено полмиллиарда рублей. Вот как мне сообщили недавно один из экспертов, с которым я общался, что это на самом деле ЧВК Аксенова. Но факт остается фактом. Оно там есть, оно базируется в Крыму. На полигоне у ЧВК есть площадки для отработки стрельбы из различных видов оружия и техники. Что вы скажете? Есть ли какая-то угроза по отношению этого ЧВК? Ну и странно, что Путина опыт ничему не учит. Ну, ЧВК Аксенова деньги дает Ротенберг. Потому тут еще большой вопрос, чье это ЧВК. В основном, кто платит, тот и музыку заказывает. Потому, скорее всего, это реально ЧВК Ротенберг. И пока оно располагается по некоторым позициям, выполняет пока задачи на всем участке. А вот как эта ЧВК будет действовать при выходе россиян из Крыма, это может, это возможно. То есть такие ЧВК, они могут, в конце концов, это же все-таки частная военная компания. Если правильно переводить, допустим, сленга на реальный язык правоохранителей, это ОПГ. Это организованная преступная группировка или ОПВГ, организованная преступная военизированная группировка. В Ротенберге, вот есть у нас, вернее, у них, по крайней мере, у нас проблема, такой товарищ, который может этот ЧВК оставить в Крыму после выхода российских войск. Есть такая возможность договоряться россияне о выходе российских войск. Они выйдут, те российские войска, которые по договору могут уйти. А вот ЧВК, ОПГ, Ротенберга может остаться и дальше решать вопросы в Крыму для Ротенберга конкретно. И Ротенбергов, которые могут за ним стоять. То есть как поведет себя вот именно эта ОПГ, ну, надо будет смотреть. Скорее всего, нам придется именно с ней уже иметь дело в Крыму после некоторых действий по России. Если все-таки вопрос будет стоять, он в выходе российских войск. Логичный вопрос. Для Путина вот это ЧВК, оно как-то угрожает или это все одна клаака? Одна однозначно. Нет, никак. Это дополнительные, просто дополнительные щупальца этого осьминога. Есть основные, есть дополнительные. Вот до этого была ОПГ Пригожина, сейчас ОПГ Ротенберга. Там еще этих ОПГ хватает по России. И вот, скорее всего, Ротенберг положил глаз на Крым. Аксенов – это говорящая голова, по большому счету. Он сам в простой надувной кузырь. А вот за ним стоит вот этот израильтянин Ротенберг. И он и мост строил. И вообще движение его по югу – оно одно из основных. То есть он руководит этими всеми процессами, особенно то, что касается в Крыму. Услышал. Ну не очень выгодная инвестиция на самом деле сейчас. Может быть, когда-то еще, да? Ну а сейчас перспективы не самые радужные. Да нет, здесь вопрос в другом. Дело в том, что сейчас практически весь такой израильский ОМОН под руководством Киссинджера проталкивает тему как раз Крыма вынесения за скобок. Ну то есть как-то так, чтобы вынести его за скобки, чтобы при любых переговорах, чтобы Украина туда не заходила. Нас связывают по рукам и ногам. Потому тут вопрос, какого рода инвестиции имеет в виду Ротенберг вместе с Киссинджером, допустим, и со всякими остальными бенеттами, которые с прошлого года нас заставляли, в конце концов, Крым отдать на несколько десятков лет России. Потому это же деньги, а эти деньги, они любят счет. И вот Ротенберг, я думаю, пытается защитить свои инвестиции. Ну посмотрим, как это будет развиваться событие. Я думаю, вооруженные силы Украины, все эти Киссинджеровские договоренности, в конце концов, порушат уничтожением Крымского моста и заходом в Крым в этом году. Тогда вопрос решится. Уверен, уверен в этом абсолютно. Если Пригожина не убьют, он станет следующим президентом России. Об этом сказал Сергей Жирнов. Я вот взял его цитату, потому что, ну, интересная на самом деле теория. Есть ли у Пригожина хоть какие-то возможности для того, чтобы, ну, именно на ваше мнение, для того, чтобы как-то опять-таки власть перехватить на данный момент? Или он будет дожидаться вот этого полного поражения Путина и уже потом как-то попытается взойти на трон? Ну, Пригожину до президентства, как мне, до Папы Римского. Нет никакого механизма, как бы Пригожин мог стать президентом России или Российской империи, как бы он там ни хотел, или он, или его, или те люди, которые пытаются его водрузить на это президентство. Дело в том, что ОПГ Пригожин и сам Пригожин, он в серьезных санкционных списках, его ОПГ объявлено в террористической организации, он сам, естественно, основной террорист. Невозможно это просто, по разным уже причинам, просто невозможно. Будет кто угодно, но только не Пригожин. На нем уже крест стоит, и там еще большой вопрос, в живых ли он. Есть информация, что его, в конце концов, придавили заразные грехи. Подтверждение о том, что он жив, пока до сих пор, после 24-го числа, не появлялся. Интересно. Чьими руками? Ну, это вопрос уже спецслужб и тех башен, между которыми он завис, или, по крайней мере, был использован. Ну, у россиян этот вопрос жестко решается. Вот выход из-под контроля разного рода ситуации, в конце концов, решает вопросом. Нету тела, нету дела. То есть убирают человека и снимают вопрос. Вот Пригожин как раз попал в такой замес между российскими, то есть российских разборок. А дальше уже, ну, посмотрим. Дело в том, что это пока конспирологические теории, по крайней мере. Ну, подтверждение того, что он жив до сих пор, реальных подтверждений абсолютно нет никаких. Но это ведь может быть вариант, где он, в принципе, сам может, допустим, инсценирует эту сцену умертвление или исчезновение с информационного поля для того, чтобы потом реализовывать свои какие-то активы. Может, там, пластическую операцию сделает, переедет куда-то. Очень странно было бы полагать, что когда он отказался от Кремля и от того, чтобы захватить власть, он не был уверен в том, что выживет. Ну, да, конечно, это может быть инсценировка, но она не может происходить одним человеком, то есть проводиться одним человеком. То есть это должны быть определенные договорные отношения по закрытию, полному закрытию личности. Возможно, это в другом каком-то виде он где-то всплывет. Но, по крайней мере, пока на данный момент стопроцентной информации о его в том виде, в котором он есть, в нахождении, в реале, как таковом, абсолютно нет уже второй месяц. И специально беру провокационные такие новости и заголовки, потому что я понимаю, что в какой-то степени Россия эти заголовки проплачивает. Я хочу, чтобы наши граждане с нашей помощью в наших разговорах, они понимали, как к этому относиться и не пугались. Потому что в основном эти заголовки, они о страхе говорят. Напряженность между Украиной и Польшей из-за зерна намекает на усталость от войны, пишет The Washington Post. Напряжение указывает на истощение и расшатанные нервы, поскольку российское вторжение приближается к 18-месячной отметке, что вызывает тревогу у наблюдателей. Такое ощущение, что вот настал какой-то момент, когда им очень выгодно показать, что мы с Польшей имеем большие какие-то проблемы. Они подкидывают дров, разгоняют все это. По вашему мнению, так ли это? Ну, россиянам сейчас очень выгодна остановка боевых действий. Им надо как минимум на полгода, даже чуть больше, до весны остановить боевые действия разными методами, любыми. Мирными инициативами, зерновыми сделками, допустим, какими-то другими предложениями. Но остановить боевые действия. Им надо перезарядиться, им надо поднять в боевой дух войск. Им надо еще объявить мобилизацию. Тысяч триста как минимум, потому что они теряют достаточное количество сил и средств. В том числе им надо поднакопить средства. Так как россияне производят, они сейчас запустили в три смены практически все свои военные заводы. То есть оборонпром российский на максимальном режиме, но тем не менее им надо накапливать. Любая война – это накопление сил, средств, а потом их использование в течение короткого времени. Накопление иногда проходит десятилетиями под выполнение задач. Вот азербайджанцы 30 лет накапливали средства для того, чтобы решить вопрос по Карабаху. И это постоянно происходит. Потому россиянам не хватает, катастрофически не хватает времени. Им надо хотя бы полгода, девять месяцев для того, чтобы перезарядиться. И сейчас будут включены любые механизмы, чтобы остановить помощь нашей стране от наших партнеров. Или посадить за любые переговоры, какие угодно. Но главное – остановить наступательные действия и горячую фазу нашей войны. Вот один из механизмов – это внесение некоторых раздраев между Украиной и Польшей. Они единственное не понимают то, что украинцы и поляки вместе плечо к плечу противостоят российской этой навале, этой РД уже, наверное, восьмую сотню лет. Если считать, сколько уже восток двигается на запад. То есть здесь они, что бы ни предпринимали, никакого раздрая у нас с поляками точно не будет. Мы и генетически одинаковы примерно, и в развитии исторически с поляками, с Польшей мы очень давно дружим. Потому точно у них этого ничего не получится. А те моменты, которые возникают, некоторые, они в основном связаны с бизнес-интересами, а иногда просто с некоторой недорешенностью вопросов как раз в логистике. Не более того, потому эти вопросы местные, они как раз по местному и будут решены. На россиян не получится этот момент. Я это понимаю, знаете, это чувствую. Но вот когда читаю новости, что Польша там в обход, ну не в обход, а не выполнила высновок Еврокомиссии по поводу зерна, и говорят, что у нас есть свои обязательства перед народом своим, перед партнерами, с которыми мы так же граничим, у которых так же к нам есть какие-то обязательства и документы, это всё понятно. Но это так сложно понять в условиях, когда наши люди умирают на войне, страдают от этого. Нам говорят, ну вы поймите нас, у нас тут вот лишний нолик, мы хотим как бы как и раньше. Вот эти, вы знаете, моменты, они такие неустойчивые, и россияне очень удачно на этом манипулируют. Хотя, опять-таки, я придерживаюсь той мысли, что наши отношения максимально крепки с началом полномасштабного вторжения, потому что именно такие факторы, они очень сильно объединяют. Ну, дело в том, что надо просто до сути проблемы докапываться, а когда докопаешься, всё становится на свои места. Есть вопрос, связанный с транзитом украинского зерна в порты, который нам открыли для того, чтобы мы грузились и его отгружали, но всё зерно идёт через Польшу. Так вот, есть зерновые барыги, я бы их так назвал, и с украинской стороны, и с польской стороны. Это проходимцы от бизнеса, которые, не выполняя условия транзита, сбрасывают по дешёвой цене, сбрасывают наше дешёвое украинское зерно, сбрасывают его в Польше, просаживая польский рынок. И потому один из механизмов защиты рынка есть бизнес-защита, то есть экономическая защита. Вот то, чем поляки и занимаются. Они защищают свой рынок от транзитного украинского зерна, которое не идёт на транзит. А это, ещё раз повторюсь, это зерновые барыги, украинские и польские, они любые могут быть. И вот именно вот этот момент, он и становится таким вопросом, который решается, он легко решается, просто информационный поток иногда его подсвечивает и неправильно, вернее, искажает основную, изначальную ситуацию. Потому как будет решён вопрос по транзиту, стопроцентному транзиту украинского зерна через Польшу, он просто пропадёт этот момент. Каждая страна защищает свой рынок от экспансии, допустим, соседних рынков. Потому это тоже правильно, это всё правильно. И мы это понимаем прекрасно. Украинцы, которые в этом деле разбираются, всё прекрасно понимают. Ну а россияне, понятно, они противоборствующая сторона, они будут пытаться вот такие между нами вбивать определённые клинья. Но мы прекрасно понимаем, откуда эти клинья, кто их вбивает, а свои вопросы с поляками порешает. Придавим и украинских, и польских барыг, зерновых, и вопрос решим. А тем более сейчас решается вопрос по, в конце концов, открытию наших портов, причём одностороннему открытию наших портов. И как только откроется трафик по Чёрному морю без зерновой сделки с Россией, это возможно. То есть это наше зерно уйдёт опять кораблями, пойдёт выполнять эту задачу. Если включится механизм всё-таки у Турции, не барыжный, а военный, то есть Эрдоган покажет свой лик как воина, то в конце концов он отправит даже свои турецкие, греческие суда под конвоем, военным конвоем, загружаться зерном. И у него есть договора с Ближним Востоком и странами Африки по отгрузке зерна. Вот украинское зерно пусть приходит, забирает Эрдоган в этом смысле. Если он воин, в смысле он включится как воин, то он не будет с россиянами вообще договариваться, ни на какую тему будет грузить наше зерно. Ему хватит достаточно, больше 20 миллионов тонн. Он перекроет все свои договора, которые заключается. Ну вот видите, а он пока что не похоже, что включает воина. Возможно, какого-то китайского воина, который действует по каким-то китайским вот этим мануалам, стратегиям невидимой борьбы, приглашая Путина к себе. Приедет ли Путин и почему это делает Эрдоган? Он понимает, что он не приедет и специально таким образом показывает, что вот я приглашаю, а видите, он слабый, не приезжает? Или есть какие-то еще причины? Много может быть. Восток дело тонкое. Там свои растяжки и свое видение развития всякой ситуации. Потому Эрдоган действует по какому-то, может быть, уже проговоренному с Путиным плану. А дальше он будет проталкивать свои интересы. В конце концов, Эрдоган поддерживает турецкие интересы, исходя из них, естественно, будет двигаться. Это, понятно, наше видение, допустим, развития ситуации. Но это наше, с участием наших интересов и Эрдогана. А у Эрдогана может быть еще шире интересы. У него больше 100 миллиардов долларов с той же Россией торгового оборота. Потому что он видит как-то это все по-другому. И уже посмотрим, как он разрует ситуацию. Но не хотелось бы все-таки видеть воина барыгой. Потому что как раз в чистом виде, если со сленга переводить, так барыга – это вообще скупщик краденого. А вот иногда турецкие компании скупают украинское зерно, которое воруют россияне и балкерами доставляют в Турцию. Мы это тоже прекрасно знаем. Так вот не хотелось бы в своем, допустим, партнере видеть абрисы какого-то барыги ближневосточного или среднеазиатского. То есть здесь все, в принципе, от Эрдогана зависит. Наше видение понятно. Мы будем двигаться по своей накатанной колее. Ну а дальше посмотрим за действиями и партнера, и врага. Ну а по вашему мнению, если коротко, Путин решится поехать или нет? Может, он может поехать, если будет 100% гарантия того, что он вернется обратно, а не поедет после этого в ГАУ. По ордеру Международного уголовного суда. Вот если у него будет такая 100% гарантия, он поедет однозначно. Если этой гарантии не будет, по каким-то причинам, даже косвенный какой-то сброс информации, он не поедет и вряд ли отправит своего двойника, так как Эрдоган двойника не примет. Я, кстати, обновлял информацию в своей памяти, какие страны подписали римский статут. Там не нашел Турцию, нашел Россию, кстати. Тоже интересный такой факт. По этому статуту они бы должны уже Путина давно отправить. Ну, конечно, мы понимаем, как действует Россия в этом отношении. Принято услышал ваш ответ насчет приезда Путина. Также есть новость. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что шансы победить действующего главу государства Джо Байдена на президентских выборах в 2024 году близка к 100%. Понятное дело, что будет себя хвалить и будет себя продвигать. Но все-таки это риск как-никак для нас. Как вы считаете, что будет происходить на выборах и что после выборов будет происходить в отношении поддержки Украины? Ну, я не думаю, что есть какой-то вообще риск от смены президентов в Америке. В конце концов, поддержку Украины оказывает не президент. Поддержку Украины оказывает американское общество. И американское общество будет руководить. У них там система сдержек и противовесов довольно-таки серьезная. В Госдепе двухпалатная поддержка Украины и помощи Украины. Потому я не думаю, что будет именно какая-то проблема Трампа. Это будет Байден или кто-то другой. Народ Америки, он настроен довольно-таки решительно в этом смысле. Он заставит любого руководителя, которого он выберет, все-таки идти в курсе именно этих отношений по Украине. Да, могут быть какие-то моменты заминки, могут быть какие-то стопора, политические давления. Но не кардинальная поддержка как таковая. Вот Блинкен сегодня конкретно заявил от уже Госдепа после того, как много там политических, в основном, говорящих голов, в конце концов, Путина, которые начали рассказывать о невозможности возврата Крыма. Блинкен четко сказал несколько фраз буквально, но они такие знаковые, о том, что война может закончиться только тогда, когда Путин уберет свои войска с Украины. А Америка, народ Америки, Госдеп будет поддерживать Украину до этого действия, до вывода российских войск в территорию Украины. И все, точка. А здесь больше нечего сказать. Вот это видение народа Америки, это видение Госдепа, это видение двух парламентного, двух палатного парламента. Что касается ситуации вот в будущем, мы видим, нам дают поддержку и систем Патриот. Ну, конечно, не систем, мы с вами в последний раз общались и говорили про пусковую установку к системе. Ну, сейчас видим, что нам дают также систему для защиты от беспилотников Cortex Typhoon от Норвегии. Вот они нам дают эти системы. И сегодня также было от господина Наева, если не ошибаюсь, заявление о том, что наша ситуация зимой, она в основном-то будет зависеть от того, как активно нам будут давать защиту ППО наши партнеры. Конечно, мы проанализировали, где-то наше ППО улучшилось, опыт и прочее, прочее, прочее. Они дают нам уверенность в том, что наши силы будут отбиваться, отбиваться будут хорошо. Но, конечно же, есть вторая сторона медали того, что россияне тоже проанализировали ситуацию и будут все-таки бить. Зима будет сложной, однозначно, но легче, чем в прошлой зиме. По разным причинам. Дело в том, что у россиян не появилось ничего нового, чем бы они могли, допустим, вывести из строя нашу инфраструктуру. Все, что у них есть, мы прекрасно знаем. Мы знаем, как они работают, мы знаем механизмы подхода российских войск к работе, к уничтожению нашей инфраструктуры. Все эти механизмы мы будем пытаться нейтрализовать. Единственное, есть еще неготовое, по крайней мере, действие у нас, и неподготовленное буквально абсолютно никак. Подготовка к зиме должна вестись все-таки с полной, стопроцентной подготовкой к энергосистеме, к проходу зимнего периода, и тем более под обстрелами. А у нас энергосистема, она разорвана, раздроблена. У нас часть государственная, часть частная, часть непонятно чьей. Некоторая собственность вообще на нашей энергосистеме непонятно на ком. И этот вопрос до сих пор не решен. Уже второй год широкомасштабной войны, десятый год общих военных действий России против Украины. А у нас этот основной вопрос не решен. То есть государство не взяло на себя регуляцию, не регуляцию, а генерацию, естественно, сети полной энергосистемы. Надо вопрос этот решать, и чем быстрее, тем лучше. Еще пока есть время. Частные структуры не будут выполнять задачу, какие-то военные задачи. Просто не будут по разным причинам. Из-за того, что частные, из-за того, что у них нет определенной финансовой подушки. Из-за некоторых моментов, связанных с невосполнением вложенных ресурсов. То есть много таких моментов. Поэтому государство однозначно должно принять решение перед надвигающейся опасностью со стороны России и вернуть обратно в госсобственность и перестроить систему энергогенерации на базе атомных электростанций. У нас, в конце концов, 15 ядерных реакторов. Дешевая энергия, она изначально ядерная, то есть энергия атомных станций, она дешевая. В районе трех центов, три цента, это не две с половиной гривны. Это, в конце концов, чуть больше одной гривны всего лишь. Пусть, допустим, с некоторой наценкой на транспортировку, ну пусть до двух, полторы, две гривны, но не более того. И это вся энергия, это касается и населения, это касается и той же промышленности. Все остальное, вся остальная наценка только за счет тепловой генерации и этой так называемой зеленой энергетикой, которая там в 10 раз дороже атомной энергетики. Это все эти ветряки ринатовские, Ахметова, Донецкого, Карсона. Это все удорожает и усложняет систему генерации. Потому государству нужно просто перевести тепловые электростанции, вернуть в госсобственность достаточное количество тепловых электростанций в качестве балансирующих мощностей, генерирующих мощностям атомной энергетики. И дальше уже выполнять задачи по рассредоточению, распределению, ну и переподключению некоторых линий. Но это целый пласт работы, которую еще даже никто не думал. Мы-то думаем только о военной составляющей, здесь же не только о военной составляющей, здесь еще как раз и энергетическая безопасность, тепловая безопасность, много таких моментов. Ну а с точки зрения военной, да, действительно, нам наши партнеры поставляют в определенных количествах, я бы не сказал в достаточных количествах. Определенное количество мы получаем и зенитно-ракетных комплексов, усиливаем сами свою оборону. Вот противодронные системы, то есть система радиоэлектронной борьбы, я бы так их обобщил, это тоже передается нам. Мы эшелонируем систему обороны, но однозначно россияне будут пытаться ее пробить. Ну то есть разными путями, точечными ударами, масштабными атаками. Они однозначно попытаются положить нашу систему энергоснабжения и инфраструктуру. Надо быть к этому готовым, но готовности я, по крайней мере, пока на данный момент не вижу. Услышал вас, Роман Григорьевич, спасибо за то, что поднимаете эти темы. И хочется сказать нашим зрителям, всем украинцам, держимся, переживем россиян однозначно. Роман Григорьевич, я вас благодарю за вашу работу, которую вы делаете. Наших зрителей попрошу прокомментировать это видео, оценить его в комментариях и распространить, если вы считаете это видео полезным. Роман Григорьевич, спасибо вам большое. До свидания. До свидания.